Стой, стой, стой! Стоп, стоп! Смотрите! Стоп! 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 В России-то не накажут заправку, как вам магазин встретишь. И позади нас пристроилась машина. Вот, вы можете видеть. Позади её фонари. И мы едем быстро, она едет быстро. Мы едем медленно, она едет медленно. Этот клей они нюхают, не переставая. Короче, между границ находится такая зона. Всем привет, меня зовут Королёв Роман. И если вы пропустили, то в прошлой серии мы слетали в Джабути, получили там визу Сомалиленда, вернулись в Эфиопию. И сейчас пытаемся в очередной раз из Эфиопии въехать на машине в Сомалиленду. Полное мусора. И не только простого мусора, но и человеческого. Как не горько это говорить, здесь вот дети, которые ходят с бутылками. Они очень потерянно выглядят. В бутылках на дне налит клей. И этот клей они нюхают, не переставая. Вот как этот парень. Привет. Мы решили подарить им гуманитарку эту, не свою. Стой, стой, стой. Стоп, стоп, смотрите. Стоп, 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 стоп. Смотрите, вот бутылка полная клея. Стоять, стоять. Вот так вот они нюхают. Короче, еще у меня есть кикимора, которую я не знаю, зачем она им нужна. Это просто игрушка. Вряд ли они когда-то видели игрушки вообще. Вряд ли им когда-то кто-то дарил игрушки. Поэтому я решил подарить им кикимору. Я не знаю, что можно пожелать этим ребятам, но это все очень прискорбно. В буферной зоне между Эфиопией и Самареландом продается огромное количество товаров. В том числе гуманитарная помощь, которая не должна продаваться. Об этом даже написано на самих упаковках с едой. На ней написано, что не для продажи, раздается бесплатно. Но, к сожалению, мы никак не могли на это повлиять. Мы снимали об этом отдельное видео. Можете посмотреть, если вам это интересно. А сейчас мы решили купить немножко гуманитарную помощь, чтобы раздать ее детям. И снимали все это на камеру. Но, как обычно, очень быстро пришли полицейские и прогнали нас в очень грубой форме. Увидев, как дети реагируют на гуманитарную помощь, мы решили еще дойти и купить еще. Ром, уходим! Так, короче, подбежала полиция Самареландская и прогнала нас. Рома обступили. Просто обступили дети. В общем, фишка в том, что они... Стоп, стоп! 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 Уйди! 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 Это жесть просто! Так, так, так. Стоп! Это, к сожалению, одно из немногих, что мы можем сделать. Потому что, реально, эта проблема очень серьезная. Общественные организации помогают, но это не доходит до людей, потому что они не могут себе это купить. А бесплатно никто не раздает. Это большая проблема, реально большая проблема. Очень жалко детей. Значит, это миграционный офицер. Сомали-ленд. Сейчас мы переехали в Сомали-ленд, да? Да. Поздравляю вас! Наконец-то мы это сделали. Спасибо большое. Один из супер-редких случаев, когда не то чтобы разрешается снимать на таможне, но когда еще человек, который работает здесь, сам предлагает снять его на видео. Это прям вообще, по пальцам одной руке могу перечитать такие случаи. После того, как мы прошли границу, мы немножко расслабились и решили поменять эфиопские быры, это деньги такие, на сомалилендские шлинги. Сомалийские деньги, это примерно как зимбабвийские доллары. У них дикая инфляция, но у них не выпускают, как в Зимбабве, новых денег с больших номиналов. У них есть старые деньги и маленьких номиналов. И чтобы поменять деньги, ты можешь прийти там с целым пакетом бумаги, с целым пакетом банкнот или с целой тележкой. Вот сейчас мы меняем, пробуем менять 3 доллара. Вот эта пачка денег, это 3 доллара. Сейчас мы посмотрим, что на эти деньги вообще можно купить в принципе. Самый большой номинал, какой у них есть, 1000 сомалинских шиллингов. Это 3 доллара эта пачка. И вот третья попытка пересечь границу Сомалиленда и она успешная. Наконец-то мы официально въехали в Сомалиленд. Странное ощущение, не то чтобы я очень сильно радовался, что въезжаю в Сомалиленд. Большим трудом на мысль сюда попали. Мы сделали это. Друзья, въехали в Сомали. Едем по полной темноте. Потому что здесь очень быстро темнеет, как и везде в Африке. И позади нас пристроилась машина. Вот вы можете видеть. Позади ее фонари. И мы едем быстро, она едет быстро. Мы едем медленно, она едет медленно. Обгонять не хочет нас никак. Не знаем, что это сопровождение. Может быть нас охраняют как раз. Но вот такие дела. До города еще километров 40. Но впечатления пока двоякие. Я ожидал увидеть какую-нибудь разбитую грунтовку, развалины повсюду. Людей, нищих. Но дорога вполне себе ничего. Практически такая же, по которой мы въезжали сюда. По сторонам, когда въезжаешь в поселки, вообще ахаешь. Потому что видно витрины магазинов, которые ловятся от товаров. Это значит, что во-первых, здесь много товаров. Во-вторых, здесь много света. Потому что мы в темноте видим эти витрины. И это все выглядит пока гораздо лучше, чем соседние с Сомали. С Сомалилендом района Эфиопии. Где совсем бедно, совсем сраненько, я бы сказал. Как вы знаете, я занимаюсь тем, что вожу туристические группы по миру. И одно из моих любимых направлений, я там был много раз, это западное побережье США. В один из дней по программе я максимально растягиваю программу, экскурсионную часть. Чтобы въехать в Лас-Вегас максимально поздно. Чтобы въехать в Лас-Вегас после захода солнца. Потому что Лас-Вегас ночью производит в тысячу раз более сильные впечатления, чем Лас-Вегас днем. То же самое произошло с нами, но неосознанно. Это произошло с нами, когда мы въезжали в столицу Сомалиленда, город Харгейзу. Огромное количество вывесок, всевозможных огней, реклама, витрины, товары, ломятся магазины. Люди ночью гуляют, пробки из машин, пробки из людей. Все это произвело неизгладимое впечатление на нас, когда мы въезжали. После нескольких месяцев в Африке для нас это было, как реально мы попали в Лас-Вегас. Но правда, утром все стало на свои места. Вчера ночью, въезжая в Харгейзу, после нескольких месяцев, пройденных в Африке, такое впечатление, что ты въезжаешь в Лас-Вегас. Все в огнях, все везде горит, ярким светом, много вывесок, рекламы и так далее. Утром, конечно же, картина немного меняется и Харгейзу представляют совсем в другом виде. Но, тем не менее, достаточно спокойный город на первое впечатление. Сейчас поедем, посмотрим, что вообще тут есть и как живут люди. Вообще, в Харгейзе не так много достопримечательностей. Но одна из них, вот этот вот миг, который здесь называется War Monument, то есть монумент войны, в который, видимо, принимали участие эти миги. Второй по значимости достопримечательностью Харгейза является монумент независимости, который находится сразу за шиномонтажом. Это рука сомалийца, держащего карту Сомали. То есть, означающая, что все в руках сомалийцев, сомалиленцев. Ассортимент местных магазинов достаточно богат. Есть все, что хочешь. И парфюмерия, и еда различная, и кока-кола. How much is it? How much? 4 000. А? 4 000. 4 000. Это 40 центов. Вот самая, наверное, дешевая кола, которую я когда-либо покупал. Сколько стоит? Бутылочка за 40 центов. Обычно у них стандартная цена везде по доллару. Ну, около, там, плюс-минус. К нашему удивлению, здесь все хорошо с бензином. Бензин стоит 70 центов за литр. Обычный бензин. Вот такая заправка и супермаркет вместе. И достаточно, знаете, достаточно цивильный. Большой выбор на заправке всего. То есть, вот мы купили каких-то там напитков, еды в дорогу, пиво ребята взяли. И все вообще, в принципе, вот такой магазинчик. В России-то не на каждый заправку такой магазин встретишь. Пробыв в Самалиленде не так много. Всего лишь полтора дня и одну ночь. Мы поехали дальше. Навстречу приключениям. Парагин. Музыка. 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 Мне хочется сделать остановку, немножко размяться, а то что-то уже засиделись. Остановились в какой-то деревне. Посмотрим, что тут есть Иногда в дорогах надо делать перерыв Немножко отключиться от вождения Перед дороги С ним пьем чай И едим пончики Вкусные пончики-то хоть Очень, очень вкусные пончики Я сейчас специально остаюсь, чтобы больше влезло Чай очень сладкий, но вкусный Пока видео не закончилось Я хочу попросить всех, кто смотрел до этого момента Подписаться на канал Поставить лайк И самое главное, напишите в комментариях Про что вам больше нравится смотреть видео Вам нравится смотреть видео про такие страны, как сейчас Не совсем популярные среди туристов Либо вам хочется смотреть более популярные направления Европы, Америка, Австралия Напишите в комментариях Вы очень мне поможете Спасибо В общем, они выучили слово money Но никаких других слов не знают И все, что они знают И говорят Give me money, money Я им говорю За что? Он не знает И знает слово да Небольшие остановки в дороге Делаем поставить достопримечательности Перекусить Погулять Не просто же нам все ехать Вся наша главная цель сегодня попасть сюда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!